Вирусы папилломы Вирусы папилломы Вирусы папилломы Вирусы папилломы Вирусы папилломы слизистой оболочки анагенитального тракта полости рта, глотки и гортани, существует некая дополнительная условная классификация по степени риска, основанная на риске возникновения инфицирования. Согласно этой классификации выделяют 15 ВПЧ-типов высокого онкогенного риска, 3 типа возможного высокого риска и 12 типов низкого риска. Естественная восприимчивость к вирусу достаточно высокая, но в большинстве случаев ВПЧ-инфекция протекает бессимптомно и самопроизвольно может разрешаться в течение года-двух. Сравнительно у небольшой доли инфицированных лиц сохраняется носительство и еще уменьше появляются, возникают клинические проявления. Как уже говорилось, геном ВПЧ организован достаточно просто, представлен круговой двуспиральный ДНК, которая насчитывает порядка 8 тысяч спаренных оснований, состоит из 8 открытых рамок считывания, в которых выделяют три функциональные части. Ранний Е-участок, кодирующий белки Е1-Е7, необходимый для репликации вируса, поздний Е-участок, кодирующий структурные белки Е1-Е2, участвующий в сборке вирусных частиц и формировании капсомеров, и длинный регулирующий участок, содержащий цисрегуляторные элементы, необходимые для репликации и транскрипции вирусной ДНК. Папиломовирус, как уже говорилось, может существовать как в свободной эписомальной форме, так и при включении вирусной ДНК в ядерный материал клетки в хозяина, в интегрированной форме. Интегрированная форма способна к злокачественной трансформации, так как вирусная ДНК осуществляет контроль над клеточным генетическим материалом, что необходимо для производства ВПЧ кодированных белков. Несколько слов о канцерогенезе. Собственно, было все, что можно уже сказано. Ключевую роль играют белки Е6 и Е7. Инактивируя белки супрессового опухолевого роста П53 и ПРБ, они нарушают нормальный жизненный цикл клетки и предотвращают апоптос, что в дальнейшем приводит к неоплазии. В норме ВПЧ-инфекция находится под контролем клеточного и гоморального иммунитета. Регрессия индуцированных ВПЧ-инфекций и образований происходит под действием цитотоксических Т-клеток, НК-клеток, в то время как защита от последующего инфицирования теми же типами ВПЧ напрямую зависит от стимуляции адаптивного иммунного ответа и выработки антител. Отсутствие циркуляции вируса в крови, изолированное накопление ВПЧ в эпителиальных клетках, обеспечивает своего рода защиту для вируса, которая проявляется в неэффективной активации врожденного иммунитета и слабой активации адаптивного иммунного ответа. Как уже говорилось, обнаружение в опухолевых клетках вирусной ДНК, экспрессии вирусных генах в опухолевых клетках, экспериментальное индуцирование образования опухолей у животных, многочисленные эпидемиологические данные позволяют с высокой долей вероятности утверждать, что именно вирус выступает в роли этиологического фактора развития опухоли. Про эпидемиологию мне, наверное, добавить в общем-то нечего, было настолько все подробно освещено. Скажу лишь только, что несмотря на тот интерес, который последние несколько десятилетий проявляется к ВПЧ, точные сведения все-таки остаются достаточно разнородными и неоднозначными. Большинство исследований проводимых ориентированы, как правило, на распространение ВПЧ-инфекции, ассоциированной с возникновением злокачественных образований, преимущественно все-таки среди женщин. С мужчинами все еще более непонятно, однако не вызывает сомнений связь между распространенностью ВПЧ в популяции и уровнем онкозаболеваемости. Как и другие инфекции, передающиеся половым путем, вирус папилломы легче передается от мужчин к женщинам, чем от женщин к мужчинам. Информация о распространении папилломы вирусов среди гомосексуальных пар практически отсутствует по вполне понятным причинам. Диагностика. Безусловно, у каждого диагностического метода есть свои преимущества и недостатки. Как правило, в зависимости от поставленной задачи используется совокупность нескольких диагностических исследований. Наиболее простым методом диагностики ВПЧ-инфекции является клиника визуальной. С помощью рутинного осмотра выявляется большинство клинических и субклинических форм инфекции. Однако визуальный метод не позволяет судить о характере и прогнозе течения патологического процесса. Эндоскопические методы достаточно информативны, относительно недорого. Несмотря на неспецифичность методики, имеется возможность выявления различных типов эпителия, оценки размеров и качества патологических образований, состояния сосудистого рисунка и, что бесспорно крайне важна, возможность проведения прицельной биопсии ткани с наиболее атипически измененных участков. Общепринятым и широко распространенным на сегодняшний день методом является цитологический анализ мазка, всем известный ПАП-тест. Существенным недостатком метода является сложность исполнения, необъективность трактовки результатов, сложность стандартизации и высокие требования к квалификации врача-цитолога. Гистологический метод мог бы, наверное, стать золотым стандартом в ближайшее время, но всегда есть какое-то «но». Не всегда возможен точный прицельный забор материала, невозможность частого проведения и достаточно высокая стоимость, скорее всего, в какое-то ближайшее время будет ограничивать использователь применения этого исследования. Сирологические тесты определения антител в крови получают распространение, но используются не в достаточно широкой рутинной практике, а, как правило, подтверждают или опровергают те или иные исследования. Кроме того, как уже говорилось, антитела проявляются только у 7-70% лиц, причем циркуляция их достаточно кратковременна. Методы иммуноферментного анализа, направленные на поиск онкобелка Е7, в настоящее время достаточно трудоемки для банальных клинических исследований. На сегодняшний день в рутинной практике клинических лабораторий применяются молекулярно-биологические исследования. Существует три основные группы лабораторных методов определения ДНК ВПЧ. Это не амплификационные, которые относятся к ДОТ-блот-саузерам, ДОТ-гибридизации на ситунафильтрии в ткани. Методы определяют наличие нуклеиновой кислоты непосредственно в препарате или на носителе. В настоящее время с диагностической целью не применяются, так как они достаточно трудоемки и используются в основном в научных лабораториях. Амплификационные, к которым относится полимеразная цепная реакция или газная цепная реакция, и сигнально-амплификационная, так называемая система гибридной ловушки. Об этих мы поговорим в методах чуть подробнее. Среди амплификационных методов наибольшее распространение получила полимеразная цепная реакция. Принцип ПЦР всем хорошо известен. Он основан на регистрации процесса амплификации выбранного участка ДНК-вируса в ходе проведения полимеразной цепной реакции. Процесс амплификации заключается в повторяющихся циклах. Денатурация ДНК-матрицы, отжиг праймеров с комплементарными последовательностями ДНК-матрицы и синтез комплементарной цепи с этих праймеров полимеразов. Метод является абсолютно чувствительным, что, в общем-то, играет и негативную роль. По некоторым источникам до 60% случаев инфицирование имеет кратковременный характер и заканчивается спонтанным выздоровлением и элиминацией. Как я уже говорила, абсолютная чувствительность приводит к некой гипердиагностике. Безусловным плюсом данного вида исследования является то, что может быть использован практически любой материал. Это цельная кровь, сыворотка или плазма, различные биоптаты, ликвор, моча, фекалии и, естественно, соскобы эпителиальных клеток. Взятие материала достаточно просто. Осуществляется оно оргенитальным зондом, который представляет из собой пластиковую палочку с намотом из вискоза, который затем погружает в транспортную среду. Современные коммерческие наборы, которые используются в повседневной лабораторной практике, предназначены как для выявления ДНК-вируса, так называемой скрин-системы, так и для дифференциального выявления и количественного определения ДНК-вирусов в исследуемых образцах. Сигнальные амплификационные методы предусматривают амплификацию химио-люминисцентного сигнала от молекулы зонда, связавшегося с молекулой генома вируса. Процесс состоит из пяти последовательных этапов. Это лизис клеток и денатурация ДНК, гибридизация образования гибрида между вирусной ДНК и РНК-зондом, захват полученного гибрида моноклональными антителами, связывание захваченного гибрида меченными антителами и, собственно, измерение химио-люминисценции. Типичным примером является система Dijin-Gibrid Capture. Эта система позволяет определить присутствие или отсутствие ДНК ВПЧ в образце по степени интенсивности свечения, которое затем измеряют на лиминометре и выражают в условных единицах свечения. Система позволяет провести компьютерную интерпретацию результатов, что исключает субъективизм в оценке. Кроме того, система гарантирует абсолютную специфичность. Материалом для исследования являются цервикальные образцы и некоторые биоптаты. На сегодняшний день в большинстве европейских стран с Северной Америки система Dijin является золотым стандартом в диагностике вируса папиллома человека, высококанцерогенного риска у женщин. У мужчин данный метод диагностики не нашел широкого распространения, вероятно, по причине сложности получения биоматериала. Принято считать, что основным недостатком метода является его высокая стоимость. Несколько слов о том, чем занимаемся, собственно, мы. С конца, точнее с июля 2020 года в нашем учреждении начался крупный масштабный проект по скрининговой диагностике ВПЧ высококанцерогенного риска у женщин. Планируется обследовать 3000 человек. В задачи нашего отделения входит параллельное исследование биоматериала двумя разными методиками. Это ПЦР Реалтайм и системой Дайджин-тест. На сегодняшний момент обследовано более 900 женщин. Совпадение по наличию или отсутствию ВПЧ в образцах между разными методами отмечается в 85% случаев, расхождение, соответственно, в 15%. Несовпадение, при которых Дайджин-тест положительный, а ПЦР отрицательный, вероятно, связано с тем, что в системе Дайджин присутствует 68-й тип ВПЧ, отсутствующий в ПЦР. Ситуация, при которой отмечается обратная картина положительный ПЦР и отрицательный Дайджин-тест, объясняется, вероятно, транзиторным присутствием вируса. Подтверждением этой версии является тот факт, что во всех подобных случаях определялся только один тип вируса, причем в минимальной концентрации. Подробные результаты текущего исследования доложены на соответствующих секциях нашего форума. Позволю себе сказать несколько слов о впечатлениях нашей лаборатории о используемых методах – Дайджин-тест. Прежде всего, это крайне трудоемкий процесс. В нашем варианте исполнение – это практически полностью ручная методика, за исключением последнего этапа – измерением химиолюминесценции. Соответственно, это очень высокая зависимость от человеческого фактора. Независимо от количества доставленных образцов, процедура длительная, занимает от 6 до 7 часов. Стоимость недешевая, я бы даже сказала, очень дорого. ПЦР Реал Тайм – это процесс, состоящий из экстракции нуклеиновых кислот с последующей амплификацией, полностью автоматизирован. Время выполнения исследования – от 2,5 до 3 часов. Дешево, очень дешево. С моей точки зрения, выбор очевиден, но последнее слово, разумеется, останется за онкогинекологами. Хочется верить, что по завершении нашего проекта ПЦР Реал Тайм займет свое достойное место в скрининговой диагностике в ЭПЧ. Молекулярная биологическая диагностика в нашей лаборатории появилась относительно недавно, в конце 2015 года. Несмотря на столь юный возраст нашего ПЦР-блока, мы ежегодно выполняем более 40 тысяч различных исследований. Мы исследуем гематрансмиссивные инфекции, большинство респираторных вирусных инфекций, герпес-вирусные инфекции и ППП, осуществляем поиск возбудителей госпитальных инфекций, определяем генный карбопенемаз внутри больничных грамм отрицательных бактерий и многое другое. Безусловно, диагностика заболеваний, передающихся половым путем, это не профиль нашей лаборатории. Но, тем не менее, на инфекции, передающейся половым путем, за 5 лет было обследовано более 1800 человек, из которых мужчин только 19. Необходимо отметить, что наша лаборатория располагает тремя видами коммерческих тест-систем для диагностики ВПЧ-ВКР. Это качественный тест выявления 12 типов вируса, количественный тест определения концентрации и дифференцировки 12 типов ВПЧ-ВКР и тест-система ИППП-12, в состав которой включены 16 и 18 типы ВПЧ. К настоящему моменту выполнено чуть меньше 22 тысяч тестов, из которых для мужчин было выполнено 115. Причем самостоятельные диагностические тесты тест-системы ВПЧ для мужчин не использовались. Ну, собственно, у меня все. Благодарю за внимание. Надеюсь, что лабораторная диагностика по праву займет свое место в борьбе со столь сложным, коварным и грозным заболеванием. Спасибо. Продолжение следует...